Да. Итак, сознательный грех. Итак, если мы делаем что-то, что мы знаем неправильно, но все равно делаем, и говорите, что мне чихать, я все равно сделаю то, что хочу. И за это нет, как бы, жертвы, нет такого животного, чтобы принести за это жертву. А как же тогда прощался такой грех? Есть три, как бы, таких основополагающих слова в иврите, которые характеризуют грех. Одно из них — это хет. Но это, как бы, общий такой грех, потому что все грешны. Но все равно можно пробовать, чтобы не совершать грех. Есть другое слово — авон. Это то зло, которое есть внутри каждого. То есть то зло, которое присутствует в нас, и которое двигает нас к тому, чтобы совершать злые поступки. Но есть еще один термин. Пеша. Пеша — это когда человек делает то, что он хочет. Бог говорит, делай так, и я сделаю по-другому. Бог говорит, не делай, а я делаю. Все эти три слова показаны в Левите 16-й главе. И название Левита — это «Ваикра». Скажу об этом чуть позже. И говорится, что вот день вот этот, или Йом-Кипур, на него прощается любой грех. Но можно просто сказать, что «Буду делать любой сознательный грех, какой я хочу». А на Йом-Кипур обо всем этом можно забыть. Все будет прощено. Но написано, не все так просто. Говорится, что на Йом-Кипур нужно очистить свою душу. Что значит испытателя очистить свою душу? И у раввинов есть несколько слов, которые описывают это. И примерное значение этих слов — это значит «поститься». Но это больше, чем просто пост. Но здесь имеется более глубокий смысл в этом. То есть означает причинение, как бы сознательное причинение боли своей душе. Мы бы назвали это такое чистосердечное раскаяние. Или такое глубокое. Нужно просто осознать, что то, что совершено, это было неправильно. И должно быть такое искреннее решение, что не будешь больше этого делать. Вот тогда за это прощение. Напомните, в 34-й главе «Исход» я говорил о 13-ти медот, то есть 13-ти аспектах Бога, природы Бога. Бог дает Моисею описание его природы. Его сущности. И говорится, что в 7-й главе «Исход» 34-я глава, 7-й стих, говорится, что «Тот, который прощает Авон, Хэт и Пеша». Итак, почему же Бог прощает того человека, который сознательно грешит, сознательно смотря в лицо Богу, говорит, что «Я сделаю не так, как ты говоришь». Бог простит такого человека, потому что это его природа. Бог простит, потому что он прощающий. Но есть условия, нужно покаяться. Но любой грех Бог может простить. Как минимум, есть еще три места Писания, три места в Танахе, где эти три обозначения греха используются вместе. 50-й и 31-й Псалмы. Вы знаете эти Псалмы? Помните? Это покаяние Давида. Тогда, когда он изнасиловал Версавию. И когда он так устроил, что был убит Урия. А Бог все равно простил его. В его плаче о просьбе о прощении и его благодарении за то, что Бог прощает. Он увидел, что все вот эти термины, обозначающие грех, относятся к нему. Но есть еще место Писания, где эти три значения используются вместе. Исайя 53. Все знаете, о чем Исайя 53? Пророчество о Машехе. Это была роль Машеха простить Хет, Авон и Пеша. То есть, благодарение Богу, что в Мессии любой грех может быть прощен. Аминь. То есть, Ишуа – это тоже исполнение, совершенное исполнение Дня Йом-Кипур. Вопрос? У нас тоже это написано в одном месте. Ну, в царствах, по-моему, написано, что изнасиловал, а в хронике, в параллепоминоне, что спал с ней. Ну, там в каком-то написано, что изнасиловал. Семнадцатая глава опять говорится о крови. И святости крови. Одиннадцатый стих – ключевой для нас стих. Семнадцать, одиннадцать. Потому что душа – тело в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь вся душу очищает. И когда я говорю с евреями, которые не понимают моих слов, когда я говорю, что Ишуа был жертвой из-за нашей грехи, я подхожу к этому, перехожу к этому стиху, и говорю, что должна быть кровь от жертвы, чтобы мы стали праведны перед Богом. Право тех. Восемнадцатая глава. Это правила сексуальной морали. Говорится о том, с кем можно иметь секс. Нельзя спать с женщиной и ее дочерью. Помните, можно было иметь двух и более жен, но вот этого нельзя делать. Нельзя спать ни с сестрой, ни с двоюродной сестрой, с тетей, дочерью, племянницей. И в двадцатом даже с женой ближнего. В девятнадцатом стихе говорится, что нельзя спать во время месячных. Интересно, как объясняют ортодоксальные евреи это. Не помню, где именно этот стих находится. Но там говорится, что спустя семь дней она чистая. Женщина. Обычно месячные длятся семь дней. Ну и получается, что чистота приходит после седьмого дня? Или имеется в виду, что спустясь неделю после месячных? Здесь грамматика не совсем такая понятная. Но раввины как бы объясняют это вообще по-другому. И у ортодоксальных евреев имеется в виду, что нельзя с женой спать в течение двух недель. Мы знаем законы репродукции, то есть, ну, рождение. Однажды в месяц есть дни, когда яйцеклетка, короче, готова к тому, чтобы, ну, принять семя. И на четырнадцатый день что, куда падает? Ну, короче, в общем, есть возможность забеременеть. Окей. То есть, самая большая вероятность забеременеть как раз на четырнадцатый, пятнадцатый день. Вот почему религиозные евреи, ну, у них большие семьи и много детей. И можно сказать, конечно, как это вообще целых две недели воздерживаться от секса, капец. Если пока... Итак, религиозные евреи, что они говорят по этому поводу? А религиозные евреи говорят, что это, как бы, делает секс таким более ценным. И это помогает укрепляться взаимоотношения между супругами. Потому что, если интимность выражается только в сексе, то это исключает знать знание глубже души жены или мужа. Ну, это то, что говорят религиозные евреи. В двадцать первом стихе говорится, что не отдавать детей на служение Молоху и не приносить их в жертву ему. Не ложиться с мужчиной, как с женщиной. Двадцатый стих. И не спать с животными. Потом, в двадцать четвертый стих, не оскверняйте себя ничем этим. Потому что всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас. Ну, это как бы термин такой, что он просто извергает их из этой земли. В двадцать восьмом стихе говорится, не делайте этого, чтобы земля не свергнула вас с себя. Девятнадцатая глава. Дальше идут законы. Одиннадцатый не воровать. Двенадцатый не клясся именем в лжи. Двенадцатый не обижать ближнего. Четырнадцатый не злословить глухого. Быть справедливым. Пятнадцатый. Шестнадцатый не быть переносчиком, сплетником. Семнадцать не враждуй против брата в сердце. Восемнадцать не мстить, но любить ближнего, как самого себя. Девятнадцать не смешивать уставы соблюдать. Не смешивать скота. Тут как бы мы видим правила, правила, правила и вдруг люби ближнего, как самого себя. который становится вторым самым важным законом в иудаизме. Иешуа говорит, что люби Господа всем сердцем, всей душой, всем разумением, всей крепостью и ближнего, как самого себя. Можно подумать, что если это настолько важно, то должно быть больше объяснение по этому поводу и больше как бы слов по этому поводу. Но оно тем не менее просто идет в перечне всяких предписаний. То есть другими словами говорится о том, что любить ближнего, как самого себя, значит вот делать вот то, что здесь написано. Потому что это те вещи, которые ты хочешь, чтобы тебе люди делали. Очень просто. Когда Иешуа говорит, что люби ближнего, как самого себя, вторая самая важная заповедь. Он не говорил о том, что, типа, как вы чувствуете к другим, что вы чувствуете. к некоторым мы относимся лучше, чем к другим. Некоторых легче любить. Но Иешуа говорит, что относитесь ко всем хорошо. Потому что все созданы по образу Божьему. Вот как можно достичь мирного общества. 34 стих. 33 сначала. Когда поселится пришелец в земле вашей, не притесняйте его. Пришелец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, что вы местный житель, туземец ваш. любите его как себя, ибо и вы были пришельцами в земле египетской. Итак, что же, если язычники живут в вашей земле? Относитесь к ним так же, как вы бы относились к своим собратьям-евреям. те же самые правила. 20-я глава. 2-й стих. Говорится, «Скажи это сыном Израилевым, кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между израильтянами? Та с детей своих Молоху, тот будет предан смерти, и я обращу лицо Мое на человека того, и истреблю его из народа». Если народ земли не обратит очей своих на человека того, то я обращу лицо Мое на человека того, и род его истреблю. Здесь речь о других богах. Да, это культ. Или оккультизм, да, это, ну, или магия. Некроманты, разные спиритические сеансы. Это те вещи, которые вообще запрещены, и к ним даже прикасаться нельзя. в каких-то местах в Библии говорится о том, что Бог это все решит, позволь собой. Но здесь говорится, что я обращу свое лицо против этого человека. Здесь очень такое серьезное отношение. 21 глава о поведении священника, разные правила по поводу брака и повторного брака для священников. И тот человек, у которого есть явный физический дефект, он не может быть священником. 22 глава говорит о том, что нужно приносить Богу самое лучшее. Говорится о том, чтобы не брать худшее животное и не приносить Богу, говоря, что, ну, или думая так, что все равно оно мне не пригодится, а дам Богу. Говорится о праздниках для Израиля. Те, которые должны праздновать в святых днях. Первое из них это Шаббат. Потом Песох и пресный хлеб. Песох начинает праздновать праздник начинается в 14-й день месяца Ниссан. И заканчивается на седьмой день уже вечером как бы поедание у пресного хлеба. И говорится о том, что на первый день нельзя работать и в седьмой день нельзя работать. Закон о первых плодах есть два вида первых плодов. Первые они приносятся в первую часть Песоха. В 11 стихе говорится, что должен сделать священник. Вот эти стихи стали таким камнем преткновения между садакеями и фарисеями. Садаке говорили, что речь тут о каждонедельном шабате. То есть, имеется в виду, что это все первые плоды за каждую неделю. Понимаете? На фарисейско говорили так. Здесь говорится как раз о вот этом первом дне пресных хлебов, праздника пресных хлебов, потому что вот это есть первый шаббат. То есть, это не должно быть на первый день недели. И кто победил в этом споре? Фарисеи. Потому что после разрушения второго храма садакеи потеряли свое влияние. И фарисеи стали самыми влиятельными во всем иудаизме. И их правила стали правилами иудаизма. Вот. И это по тому же принципу все так действует и сейчас в иудаизме. Потом через 50 лет Шавуот, вот 50 дней Шавуот. И саддукийский Шавуот наступал на первый день недели. А фарисейский наступал в тот же день, когда был день праздника первых плодов первых. Понимаете? Потому что отчитывалось 50 дней от конкретного момента. Есть верующие сегодня, которые говорят, что давайте следовать стилю саддукеев. Я вам скажу, почему так говорят многие верующие евреи сейчас. потому что имеется в виду, что мы можем праздновать каждый, ну, вот эти праздники по воскресеньям. Потому что если бы это, если делали бы это в обычные дни, как евреи, ну, другие, не многие придут. очень такая практичная вещь. На мой взгляд, будем делать это так, как говорит именно традиция в оригинале. есть евреи, которые изучали этот вопрос детально очень. И говорят, что мы верим, что речь идет о первом дне недели. И мы в эти дни будем это делать. Это может быть вопросом совести, конечно. Но что Иешуа сказал? Но Иешуа сказал, фарисеи сидят на месте Моисея на свидалище, и поэтому то, что они говорят, делайте. То есть, если идете в синагогу, то делайте, как они там делают. Я думаю, это нормально, даже если вы думаете, что первый день недели лучше. Но я все-таки считаю, что лучше поступать так, как делает сообщество в этом контексте. И здесь есть такой практический плод от этого. Потому что могут быть в нашей общине такие люди, которые не настолько посвящены, и они не могут брать ради этого еще один выходной. Но выгода в том, что мы будем праздновать все это вместе с еврейским обществом. Два куска хлеба. Это, ну, там должно быть еще два приношения двух хлебов, которые квасные. И это единственное упоминание в Библии, где говорится о квасном хлебе как приношении. Есть еще, конечно, вещи, которые можно было приносить сквозь сны. Ну, можно было, как бы, но здесь, в этом месте, говорится, это как заповедь. Почему так? Знаете, какую книгу из Писаний евреи читают на Шавуот? Почему Руфь? Потому что Руфь, она язычница, выходит замуж за еврея, но она становится матерью в той семье, из которой потом происходит Мессия, должен произойти для евреев. и евреи всегда знали, что Шавуот как-то связан с приходом Машеха и язычниками. Итак, два хлеба, которые испечены сквозным, их нужно было трясти перед Богом. я думаю, я думаю, что это образы евреев и язычников. И эти хлебы квасные, потому что представляют грех человечества. Но приносятся вместе как одно приношение к Богу. И на Шавуот Дух Божий сошел на тех, кто собрался в храме. Также называется Пятидесятница. И в силе Духа они вышли, чтобы достигать народы другие. что как бы стерло границы между евреями и неевреями. Сохранило различия, но тем не менее не стали одним телом. И одним приношением Богу. И еще одна вещь о празднике Шавуот. Что говорит еврейская традиция о том, что произошло на Шавуот? Это был день, когда была дана Тора на горе Синай. Если празднуется даяние Торы на этот день, и Дух Святой сходит, многие христиане верят, что есть либо Дух, либо Закон. Нет, прочтите Иеремия 31, Иезекиил 36, там написано, что когда Бог даст нам Духа Своего, это приведет нас к тому, чтобы мы исполняли Тору. То есть Дух Божий не против Торы. Потом праздник Йом Труа Трубный Зов. Первый день месяца. И все, что сказано, это нужно отрубить в трубы. И какое значение этого? Сегодня немного времени, чтобы поговорить. Но труба, как бы, она привлекает кое-чему другому внимание. Но через девять дней Йом Кипур, и мы уже говорили о том, сколько это потом праздник Суккот или Шалшей, длящийся восемь дней. И этот праздник, который больше всего ассоциируется с собранием всех народов. И праздник, который есть ожидание Царства Божия на земле. В Захарии говорится о том, что все народы соберутся в Иерусалиме, чтобы соблюсти Суккот. Пропускаю 24-25. Коротко 26-я глава. Первый 13 стихов говорится о том, что будет последствия или благословения от того, что соблюдение будет закона. А вторая часть говорится о том, что последствия за непослушание. Это глава очень схожа с Второй Законим 28. Сейчас не буду говорить об этом, рассмотрим дальше в Второй Закониме, когда будем смотреть. И последняя глава говорит о том, о выкупе вещей, которые посвящены Богу. Итак, как книга Левита функционирует в Библии? Если бы можно было только одним словом охарактеризовать эту книгу, что бы вы сказали? Но я это слово почти не употреблял, когда говорил. Но это слово Левитикус, оно происходит от латыни и означает разговор о левитах. Но здесь не так много о левитах, а о священниках. Но приходит ли вам на ум какое-нибудь слово об этой книге? Дайте я вам святость, святость, как минимум три раза говорится в этой книге, будьте святы, как я свят. И вот вещи, которые вы должны исполнять, чтобы быть святыми. И нужно это было делать, и мы призваны это делать, чтобы быть посвященными одному Богу. И вот как это должно быть. Бытие раскрывает нам смысл и цель создания и приводит нас к семье, через которую этот план осуществляется. исход исход говорит нам об искуплении Израиля из Египта и приход его к горе Синай, чтобы получить заветы и заповеди для жизни. А потом Ваикра Природа Божья Природа святости Божьей открывается в этой книге. И как мы должны жить в свете Его святости. Даже первое слово этой книги Ваикра дает нам ключ. Если пойдем в обычную синагогу и послушаем Тору, как читают Тору, в течение года, может быть, сто или двести раз вы слышите. И Господь сказал Моисею. Четыре раза сказано Ваикра. Господь воззвал к Моисею. Не просто сказал, это другое слово. Однажды это было, когда Моисей проходил через горящий куст. Горящий куст, и оттуда Господь воззвал к Моисею и сказал «Сними свою обувь, потому что это земля святая». Моисей упал на лицо свое. и этот куст горит. Как будто бы взывает. Но как бы физически это расстояние небольшое, как будто бы духовно это как будто бы такое взывание на расстояние. Если вы близко, то я могу просто сказать вам. но если далеко, то я кричу или взываю. Еще дважды Ваикра используется на Гре Синае, это слово. Огонь Божий, молнии, святость, шум, и Господь взывает. Господь как бы взывает через этот пробел между Ним и людьми. это показывает о том, что есть все равно расстояние между Моисеем и Богом. И книга Левит начинается именно так, и Он позвал. Что произошло буквально перед этим в конце исхода? облако Божие покрыло скинию. И огонь Божий наполнил скинию. То есть было облако днем и огонь ночью. И первая глава Левита начинается с того, что Бог взывает к Моисею откуда именно из скинии. Понимаете вообще? Видите этот образ? Он как бы показывает свою святость нам, свое отделение от человека. и мы не святые люди. И не святые люди не могут быть со святым Богом. Но Бог говорит, что я нашел способ. И он начинает с жертв. Бог никогда не говорил, что мы заработаем спасение, соблюдая Тору. Бог знал, что мы никогда не будем идеальными. целая система жертвоприношения, которая показывает благодать и милость Божьей. Бог говорит, что вы не святый, но я свят. И я люблю вас настолько, что у меня есть способ, чтобы у нас было личное общение, личное отношение. Многие христиане, с которыми я общаюсь, они смотрят в книгу левитов и говорят, ну кто мог вообще это все исполнить? Это все так нудно. Все эти правила так сложно. Только закон, закон и закон. Нет. это благодать и милость, прощение, чтобы мы были в единстве и в близких отношениях с Богом. Вот что я думаю. Если христианин понимает это, он поймет жертву Ишуа еще лучше. И он не будет считать, что милость это что-то такая-то дешевка. Но это сделает человека еще более благодарным. Более понимающим отношений, ну, смысл отношений с Богом. Завтра числа и второзаконие.